Жители всей страны смогли побывать на детище Северодвинского Севмаша, нефтедобывающей платформе Приразломная. Телеведущий федерального канала Андрей Бедняков рассказал о секретах платформы и о буднях рабочих. Мы попытались выяснить еще больше интересных фактов о Приразломной. Всем посетителям Приразломной, перед тем, как подняться на борт вертолета, необходимо пройти медкомиссию и сдать алкотест. Просто там, на платформе, царит жесточайший сухой закон. Ну, техника безопасности, все дела. Поэтому ловите вот так вот в пылу с жару вам очередной факт. Хотите верьте, хотите нет, но нефтедобывающую платформу Приразломная защищает магнитофон. В программе Андрей Бедняков рассказал пять фактов о детище Севмаша. Четыре утверждения оказались правдой. И лишь одно про то, что работники якобы делают татуировки из нефти, оказалось ложью. Вот картины из нефти, нефтью пишут. Это я точно знаю, мы дарили. Академику Велихову подарили такую картину, нефтью, с Приразломной написанной. Это было. За время строительства проект платформы менялся пять раз, в том числе архитектура комплекса системы. Приразломная грандиозна по своим масштабам. К примеру, каждый суперблок, из которого она состоит, по массе и размерам сравним с самой большой подлодкой в мире класса акула. На платформе работают 200 человек, в том числе 12 северодвинцев. Стоит отметить, инженеры из Севмаша разработали уникальный способ сварки под водой с использованием устройства герметизации стыка. В Кессоне на плаву сварили более 15 километров швов. Электроэнергетические системы на платформе могут обеспечить электроэнергией город-населением 150 тысяч человек. Предусмотрены все риски работы платформы при экстремально низких температурах минус 50 градусов. Работали с Академией наук. Рубин говорит, а вот платформа может не устоять на грунте. Как? Она же у вас обросла. А как? Скользко? Ну, шутка, но на самом деле факт. Пришлось заниматься и такими вопросами, как гидроидами, живые организмы, которые за время строительства обросли и создают определенные трения. Вы знаете что-нибудь о платформе Приразломная? Ну, делали мы для платформы, тоже делали. Что делали? Детали делали. Была в командировке Мормонске, такие размеры большие, объем работ был большой. Единственное у нас, что запомнилось, это вертолет прилетал на Приразломную, садились, пробовали, наверное, вот это мы все запомнили. Долго строилась она, конечно, что-то много системы разрабатывали. Там и телевидение, и ГГС. Ну, в общем, по своему заведованию. Вот, все и все. Уникальная она? Ну, я считаю, да. Сейчас между Севмашем и Газпромнефтьшельф на два года заключен контракт. Модернизировать платформу будут сборщики, монтажники, изолировщики Севмаша, в том числе и те, кто участвовал в ее строительстве. Евгения Акарейна, Владимир Богомолов, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова